Всем доброе утречко! Утро у нас опять начинается с блинов. Сегодня у нас четверг. Виша кушает хлопья. Никитка делает сюрикенов. А Стёпа там что-то клеит. Пошёл за клеем. А у меня тут наши любимые блинчики. Никита вчера, кстати, целый день просил, чтобы я ему сделала блины. Хотя с утра я делала. Но мы их сразу с утра съели. Я вчера специально делала поменьше, потому что оставалось. А Никита целый день говорил, мама, где блины? А сделай ещё, сделай ещё. Сегодня делаю немного побольше. Стёпа очень любит, когда я ему отдельно делаю вот такие маленькие блинчики. И вообще, неважно, блинчики или нет, всё маленькое. Например, маленькую котлетку ему сделаю. Или маленькую печеньку. Или просто какой-нибудь необычной формы. Стёпа, это тебе. Никита у нас один-единственный ест блины либо со сметаной, либо со сгущенкой. Почему-то никто, кроме него, не ест. Остальные едят с сиропом. Но, если честно, я очень рада, что Миша любит больше с сиропом. А то Миша у нас роткоежка, а сиропчик хоть сахар не содержит. Сегодня какие-то блины получились мягкие. Я люблю, когда они больше по углам, знаете, более хрустящие. Сегодня мягкие. Вкусные. Они на вкус такие же. Не отличаются, как обычно, Никитуль. Ого, сколько много. Ты сюрикенов сделал. Это всё сам сделал? Ты подожди, я тебе сгущенку еще не положил. Нет, не всё. Покажи. Вкусные. Блинчики вкусные? Ну, кушай, кушай. Я много сделала. Если вкусные, я оторваться не могу. А ещё знаете, если я сегодня у вас не с Тациковым? Какао. Говорят, пусть не какао, бодрым становишься. Ой, так вкусно, да, Стёв? Неделя поедания теста. А Миша попросил сгущенку. И теперь ест её без блина. Да, Миш? Давай с блином, Миш? Мам, дай половничек. Я сегодня делаю щи. Натюрла много морковки. Я сейчас часть возьму, часть заморожу. Капусточку тоже специально много сделала, потому что дети подходят и таскают по чуть-чуть, едят. Миша тоже сейчас полюбил капусту. Раньше не так её ел, раньше Никита только любил. А Миша сейчас тоже очень полюбил капусту. Может быть, и в этом возрасте, вот 5-6 лет дети просто очень любят капусту. Я помню, Никита у нас очень в этом возрасте любил капусту. Не знаю, мне кажется, сейчас он не так любит её даже. Кстати, по поводу жучков. Помните, я жаловалась? Я нашла, где они были. У меня стояла, оказывается, одна открытая паприка. А я её не видела. Она была в пакете, и я думала, она запечатанная. В запечатанных упаковках жуков обычно не бывает. Ну, я, в принципе, посмотрела, их все там не было. И, оказывается, одна единственная запечатанная паприка у меня была открыта. И там просто... Вот пакетик такой небольшой. Там весь пакетик был в этих жуках, в личинках их. Это просто самое отразительное зрелище, которое я видела, наверное, за последнюю неделю. Ужасно. Я, естественно, этот пакет сразу выкинула. И ещё раз полки протёрла. И мне посоветовали чеснок положить на полки. Немножко надрезанный. В общем, типа жуки эти не любят чеснок. Я их называю жуками, а вообще это вроде как моль какая-то. Они такие коричневенькие, кругленькие. Такие, как точечки. В общем, я с жуками всегда называю. Вот так и называю. Надеюсь, больше они у меня не появятся. Я вчера вышла вот такую вот хорошую кошечку. Она с погремушкой. Хвостик здесь у неё шуршащий немножко. И вот такая вот пуговка в виде сердечка. Беленькая. Симпатичная. Сейчас упакую. Серёжка поедет за Никитой в школу. Заберёт его. И как раз по пути, надеюсь, заедет и отправит. Вообще сейчас, как никогда, знаете, хочется что-то делать и вышивать как можно больше. Хочется проводить время с семьёй. Хочется каких-то положительных, позитивных эмоций. Сейчас опять была массовая эвакуация в разных школах. У Никиты тоже в этот раз детей вывели без вещей. Ну, только куртки им дали надеть. Рюкзаки все остались в классе. Все вещи остались в классе. И я опять сейчас вот зашла в инстаграм и вообще просто по новостям посмотрела, что опять это во многих районах города. Опять получили сообщение о том, что школа минирована. Не знаю, сколько это будет продолжаться. Если честно, прям уже стоишь на взводе. Одно, второе, третье. И всё это накатывается. И вот эти вот сообщения ещё в личку постоянно получаешь. Прям, ну, очень, очень тяжёлая, правда, неделя. Я вроде стараюсь, да, не показывает это, нечего улыбаться. Но давление, ну, просто невероятно сильное. Со всех сторон. Просто со всех сторон. Держусь. Короче, держусь до последнего. Стараюсь не падать духом. Но это реально сейчас вот очень сложно. Очень. Сейчас пришёл дедушка. Погуляет немного со Стёпой. Вообще, Миша тоже хотел гулять, но он уснул. В общем, Миша пошёл спать. Дедушка пошёл со Стёпой, часок погуляет. И заодно Никиту отведёт на занятия. И заберёт занятие и домой придёт. Как раз-таки, Никита пока будет на занятиях, они со Стёпой погуляют. В общем, Мишка пока спит. Я, наверное, пойду влог монтировать. Сейчас ещё почитала чаты в Вайбере. Там девчата пишут ещё. У нас сегодня, оказывается, и больницы эвакуировали, и суды. Тоже, видать, пришло сообщение о минировании. Я на самом деле не знаю, что там. Учебные они, не учебные. Но вроде как бы они не учебные, а именно приходит сообщение о том, что заминированы. И они не могут не эвакуировать, естественно. А то вдруг это окажется правдой. Поэтому, в общем, по всему городу у нас какие-то сплошные эвакуации. Нагоняют на людей панику. И так все боятся. Все сидят вообще в непонятной ситуации, что происходит. И теперь ещё вот это. Очень мне многие написали, что такое было у многих городов в декабре. Также в январе. Притом они, говорят, чуть ли не каждый день в школах ходили и в школах эвакуировали. И у нас выходит начальная школа вся, не эвакуироваться. Потому что они примерно в 10, в 11 они заканчивают и идут домой. А мы-то, у нас единственный наш класс такой. Мы учимся и не в первую смену, и не в вторую. Мы учимся как бы в пересменку. В середине между первой и второй сменой. Когда у нашей учительницы заканчивается работа с её классом. Она ведёт другой класс. То она начинает вести наш класс. И выходит, вот они закончили там в 10.40, в 10.50. Мы приходим, и она нас берёт. Поэтому получается, что из начальной школы только один наш класс эвакуируется. Всё остальное у средней школы. Средняя школа, небось, там уже большая. Это у меня заказ пришёл. Со Сбермаркет сейчас заказывала продукты. Много просто очень заказала, поэтому не стала сама идти. Там тяжёлый продукт. У меня сегодня три больших пакета с продуктами. Сегодня заказывала в Delivery Club. В отличие от Сбермаркета, они кладут во столько пакетов, во сколько помещается. То есть, если всё поместится в один пакет, они в один кладут. То есть, нет такого вот этого типа товарного соседства. И, если честно, мне так больше нравится, потому что, ну, я не знаю, мне кажется, Сбермаркет мне это бы и привёз в пакетов 10 бы, наверное, дали. Я в этот раз ничего необычного не заказывала. Даже не знаю, раскладывать вам показывать или нет. Наверное, так покажу быстро. Молоко взяла, много взяла, чтобы блинчики на выходные печь. Всё-таки мы будем приглашать друзей. Каждый год мы на Масленице приглашаем друзей на блины. И сжигаем чучело. В этом году мы тоже так будем делать. Поэтому взяла много молока, буду печь блины. Я блины пеку всегда на молоке. Вот такие вот мёсли взяла. Три упаковки сухариков, которые мы любим. Сейчас на них акция в магните. И стоят они 50 рублей. Так, здесь. Здесь овощи собрали. Две упаковки капусты. Огурчики, картошка, картошка, кабачки и помидоры. А ещё лук я заказала. Да, вот всё лук лежит. Так, здесь яйца. Тут ещё взяла вот такие вот маги. Подлива и для плова. Не знаю, зачем для плова взяла. По-моему, я перепутала. Что-то другое хотела взять, потому что у меня приправа для плова есть. Там на маге сейчас тоже распродажи. То ли я хотела бланье закинуть, то ли что-то другое. По-моему, я ошиблась. У меня просто для плова очень хорошие приправы. Они мне нравятся. И это мне, собственно, и не нужна, наверное. Тут, небось, соль больше. Сушёные овощи, паприка, свёкла, соль. Да, тут соль есть. А подливу такую я как-то делала, и мне она очень понравилась. Поэтому её взяла. Так, дальше. Что мне тут положили? Журнальчик. Не знаю, посмотрим. В любом случае дети будут использовать доширак. Я взяла 4 штуки. Если честно, просто голодная заказывала. И очень-очень захотелось доширака. Взяла 4 штуки, потому что по-любому Сергей захочет, потому что ему 2. И я захочу, мне 2. Дети у нас, кстати, доширак не любят. Но Никита иногда хочет, говорит, ой, мам, можно тоже. Я ему даю попробовать. Никиты иногда можно чуть-чуть съесть. А Миша и Стёпа, они его просто не любят. Слава Богу. Так, дальше. Сметану заказала тоже к блинчикам. Три упаковочки заказала. Я, кстати, доширак обычно заказываю, вы знаете, не с целью сразу съесть. Я его куда-нибудь в шкафчик кладу, а потом какой-нибудь у меня ночной жор начинается. Когда все уснули, я прихожу на кухню, думаю, так, чёп съесть. И вот могу себе доширак заварить. И он, знаете, с таким удовольствием мне идёт. Это вообще. Поэтому иногда себе такой вот прям, как бы так назвать, балую, что ли, себя всякими вот такими вредностями. Вообще, знаете, если его без приправы употреблять, это вообще не вредная штука. Обычная лапша получается. Вся вредность там только в приправах. Так, про сметану. Взяла одну упаковку из топлёных сливок и две упаковки обычной. Дальше тут ещё ватные диски у меня. Виолетты. О, какая-то у них новая упаковка. В фреш-тесте теперь подписано. Хлебушек. И всё. И чек. Чек у меня тут на 2700 рублей, но я заплатила 2410, потому что в Delivery Club промокод на скидку 300 рублей сейчас. Он не какой-то особенный, он там прям сверху подписан для всех. Но там при покупке от 1900 рублей, по-моему. А цветную капусту и вот эти вот кабачки я взяла, чтобы запекать. Хочу сделать что-то типа запеканки, но отдельно. То есть отдельно кабачки я как-то делала. Помните, не знаю, помните или нет, вот так вдоль разрезала, начиняла их фаршем и сверху сыром посыпала. Получалось очень вкусно. Вот хочу ещё раз сделать такое блюдо. Мне тогда очень понравилось. Сейчас не успела я распаковать всё по местам, положить. Самый вкусный, Биг Бон. Серёжка уже себе решил заварить. Доширак один увидел. Ты всё купила, да? Да, я только что заказала. Так он меня раскритиковал, сказал, что Доширак покупать не надо, что самое лучшее это Биг Бон. Запомните Биг Бон. Это, видишь, тоненькая вермишелька совсем. Это вермишель, да. А 18 рублей стоит, да? Сейчас скажу. А Биг Бон стоит тоже 18 рублей, но там лапша толстая и там соус ещё. 15,99. Ну, практически. Я, по-моему, тоже по акции какой-то кинула его. Вот, а Биг Бон столько же стоит, но там ещё соус и лапша толстая, и он вкуснее. Вот. Но я не разбираюсь, я их не так часто ем. Я тоже столько Биг Бон ем. Я тут свою корзиночку наполнила, у меня сразу, знаете, это настроение повысилось. Наконец-таки фрукты лежат полные. Я сегодня яблоки вот не заказывала, но там есть снизу у нас ещё пару яблочек. Сейчас заказала только бананы, киви. А, кстати, я вам не показала, да, что у меня ещё фрукты тут были. Бананы, киви, мандаринчики. Серёжка полез наверх, перебирает там чаи. Я просто достала одну коробку, и там всё попадало. Теперь всё ровненько расставляет. А я, кстати, до той полки, которая вверху находится, даже не достаю. Ну, то есть я вот до этой достаю свободно, а до той я не достаю. Я одной рукой, наверное, не справлюсь. Ай, ай! Я донесла, короче. Ой. Смотрите, сколько у нас разного чая накопилось. Это всё разный, вкусный. Даже кукурузный есть чай. Кукурузный чай. Он, кстати, ничего, так нормальный. Верная цена какая-то. Верная цена. Индийский байховый. Знаешь, откуда верная цена? Что это есть, кажется? Где-то должно быть написано. РЧФ. Не знаю. Я люблю всякие вот такие фруктовые. Это чай с малинкой. Вот этот мятный, тоже вкусный. Никитка вернулся с занятий. Сразу увидел киви. Ням-ням, вкусняшка. А Стёпа побежал в песочницу он играть. Сидит там, играет самостоятельный такой ребёнок. Вот он у нас самый самостоятельный из всех детей. У нас никто сам не играл. Один-единственный Стёпа играет сам. Никиту я не могла оставить. Даже вот просто, не знаю, в туалет сходить. Он сразу подбегал. Мама, мама, мама. Мне кажется, я до пяти лет туалет вообще не могла закрыть. А Стёпка вон. Мне с Никитой чуть-чуть полегче стало, когда Миша появился. Ну, правда, когда Миша уже ближе. Году было. Тогда они начали хоть чуть-чуть вместе играть. И у меня появилось хоть какое-то свободное время. По чуть-чуть. Никитка с Мишкой оставался. Никит, вкусный киви? Мягкий? Да, хорошо. Всё, Стёпка вернулся домой. Чего такое? Банан? Киви? Да. Ну, покушаешь, я тебе сейчас дам после щей, ладно? Киви! Я слышу, киви ты хочешь. Киви, киви, киви. Я тебе поставлю сюда, но ты будешь сначала щи кушать, ладно? Да. Хорошо. Нет, с рукой. Я тебе мягко набрадала. Нет, я киви. Вот это? Это жёсткая, она кислая. Кислое. Я сначала щи, а потом киви покушаешь, ладно? Давай кружечку подашь. Смешно, да? Так, пока Стёпа тут кушает, вкусняшки свои. Вкусно, Стёп? Да. Стёпа любит больше всего картошечку выбирать. Миш тоже, кстати, раньше так делал. А у Никиты там занятие английским. За ноутбуком он сидит. Серёжка свою работу работает, Никитка свою работает. Бен. 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 Пя. Пан. Пен. Добавил субтитры DimaTorzok 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 котлету теперь страшно они такой не красиво никит вам некрасиво да там дает школе школьных обедов по россии нету красиво я решила чтобы было побыстрее сделать на трех сковородах в этот раз я про эту сковороду не очень хорошо отозвалась на самом деле она хорошо печет просто мне вот эти нравится больше вот они гладенькие и как-то легче поддевать это все я люблю такие блинчики дырявые никита нас любит они более хрустящий получается вот тут вот это все хрустящие меня дети такие любят это некоторые говорят что у меня блины не красивы они не красивые но очень вкусные и необычные так это пока не будет переворачивать огонь маленький я первые блины какие-то сделал прям толстенькие меня получились потом добавил сейчас воды в итоге такие тоненькие блины мне нравятся такие блинчики и я вот сколько рецептов не пробовала остановилась на этом и только его делаю только блины на молоке все остальные у меня не получается мне там прилипают блины особенно на кефире если они а вот тут я сделаю тарелочку это блинчики не сладкие я их сейчас буду начинять мяском вот тут у меня мясо перемолото я еще сейчас лук пожаром хотела вместе обжарить но у меня просто тут перемолотое мясо то есть не фарш а именно мясо перемолотое и добавлю сюда жареный лук и начнем этим блинчиком мне кажется будет очень очень вкусно поставила немножко лучка пожарить дети у нас блины с мясом тоже не любят поэтому это для меня для сергея мы очень любим блины с мясом ходить с удовольствием едят именно со сгущенкой со сметаночкой это конечно для них вкуснее выходит у нас на вечер тут печенье дети печенье вечером ели вот это вот столбочка блинов это нам завтра на завтрак и никите в школу и еще там обещала друга его тоже сделать блинчики тоже оттуда выберу это блинчики для меня сергея с мясом правда начинки еще вот столько осталось не знаю то ли в сладкие блины и положить вроде можно посолить тоже будет вкусно или оставить или так просто ложкой съесть она очень вкусная в общем блины я наделала с утра не буду делать с утра тогда их и будем есть тоже можно идти спать